Один друг говорит, вот есть такие люди, которые из старых дисков автомобильных колес делают печки. Говорит, что в Вильнюсе нужно место, где они могут свести. Это все, а потом отправить в Чуле. Я зацепился, я думаю, вот это мое. Похоже на то, что я делал, это вот химия была. И так получилось, что Вячеслав вышел на меня. Есть желание делать такие печки. И, может, хочешь присоединиться со своими помещениями, со своими знаниями, со своим оборудованием. Просто собираются люди, которые тоже не за деньги, которые работают где-то на своих работах, которые собираются после своих работ. И свое свободное время посвящают этому делу. Они бывают шестнадцатые размеры. Пятнадцатые, четырнадцатые и тринадцатые. И сейчас ищем шестнадцатые. Потому что это тогда получаются большие печки. У нас они делаются, как елка. Ложится шестнадцатый. Тогда четырнадцатый. И тогда, например, тринадцатый. И тут красиво сваривается. Очень мало сварки. Как елочка. Потом наступила война, где ты смотришь, что тебе стыдно, если ты помытый, сытый и еще у тебя денег есть. Как-то стыдно перед теми людьми, которые бегут в твою страну от войны. Вот. Огонь, теплота, уют. Это и есть результат нашей работы. С первого взгляда не кажется, что эта печка сделана с колесных дисков. Уже как бы, ну не знаю, такую, если еще что-то покрасить красиво, так можно уже в любой комнате такую иметь. Она шкафчик. И в нее можно загрузить разных вещей. Ну там кофе, шоколады, аптечка, матрас какой-нибудь, там одежда теплая, ботинки. Ну, чтобы человек не только печку получил, но и еще что-то, что на этой печке можно сделать. Ну там консервы, чай, кофе, что-то заварить, закипеть. Кей вену от В Стакине не ошел в К wondering понимая, что в Клазми. 50 лукту и. Спасибо.